вы даже не можете себе представить сколько вы видите людей с диагнозом на улице когда идете на работу или с работы они как правило ничем не отличается от обычных людей вообще ну то есть у нас темноты нет анток под одеял у его триггерина белая то есть белый халат он ловит боковым зрением человек идет ну то есть он на свободе уже он видит просто человек идет в белом он ловит боковым зрением он просто берет теле он по телефону разговаривал берет телефон и выкидывает в кусты просто им подходит полиция типа ну что такое что-то вытянул ну то есть я вилкой вообще не ем до сих пор прошло 13 лет и я все что ем я ем ложкой вот он выписался вышел за ворота первым делом он купил себе нож и в электричке кого-то порезал то есть он даже не выехал с поселка с люди просто находились ну как говорят до полу тюрьма полу дурка спец дурдом друзья перед началом ролика хотим вам порекомендовать канал рентген ссылка будет в описании ребята только-только открыли свой канал загрузили свое первое видео поэтому давайте поддержим переходите подпишитесь обязательно напишите комментарий посмотрите видео поставьте лайк это первый их гость парень провел четыре года в спец дурдоме на принудительном лечении по 228 вместо тюремного срока он рассказывает о том какие правила за стенами этого спец дурдома какие отношения между людьми отношения персонала и как вообще происходит жизнь когда ты попадаешь в такое место поэтому переходите подписывайтесь и передавайте большой привет от канала по дороге к трезвости и просто с темного коридора вот так вот лицо высовывается лысая и вот этот пацан третий который он укололся в другой комнате словил какую-то измену он заглядывает так нам пацаны там пришли за мной двое это не пришли меня пиздить и мы открываем шкаф и стоит вот этот тип который обкололся он стоит трясется с бешеными такими глазами и стоит обоссаны то есть он до того выхватил измену что он просто обоссался от страха а у него трехкомнатная квартира и он жил один но сдавал то есть в одной комнате там жил квартирант откуда-то приезжает уже другой жили проститутки тоже они снимали хату таксист на меня смотрит просто ошарашенными глазами я ему протягиваю эту записку делаю что я какой-то глухонемой да потому что но я ни слова не могу сказать я беру захожу в туалет то есть там блять вода уже подступает прям итак друзья всем привет сегодня у нас в гостях новый участник и сразу хочу сказать что вообще мы приглашаем людей для того чтобы они рассказывали свои жизненные ситуации без маски но в этой истории есть то почему он должен скрыть свое лицо сегодня он нам об этом расскажет здравствуйте друзья мне 38 лет зовут меня дмитрий и сегодня я расскажу свою историю употребления альфа пвп той же соли и фаре и вообще как все происходило как я решил отказаться от этого и почему начиналось все где-то в год 2008 это конец 2008 года когда появилась эйфория свободном доступе и то есть можно было позвонить тебе привозили по звонку ну буквально к подъезду прямо ты выходил отдавал деньги и забирал то есть сначала это было ну такое легкое увлечение там раз в неделю там раз в две недели нюхали там ходили какие-то клубы и все вроде казалось безобидно пока в один такой сказать прекрасный день это была моя новая ступень на новый уровень так сказать ко мне пришел друг детства до этого он даже не нюхал вообще то есть я не знаю что он там нюхал или как-то употреблял то есть он там курил план и ничего более пришел ко мне это уже было где-то лето 2009 года пришел ко мне домой в гости это были кристаллы я конечно удивился что человек который не нюхал до этого не употреблял тут приносит он мне говорит давай уколемся я вчера попробовал то есть он попробовал вчера у колодцы для меня это вообще дико было я как-то был против у меня был какой-то страх определенный до этого вообще не кололся то есть ну была попытка как я уже рассказывал что там не просто не попали вену там и мы все сорвалось да это там какой-то случай единичный такой был но я не кололся до этого только нюхал и вот он получается достает 2 инсулинки достает бутылек нафтезина я вообще понятия не имел чё как куда делать но угод типа мы делали с нафтезином вообще все будет круто у меня в этот момент на кухне на кухне у меня вход без без двери и рядом с кухней туалет на кухне сидит мама и к нам пришли соседи ну это друзья семьи то есть гости они сидят там пьют чай общается то есть и мы в комнате рядом то но метра четыре на она комната от кухни он достает нафтезин запалтывать там полграмма вот эти эйфории в нафтезине получается вот розовый раствор до дома мама на кухне с гостями и он просто размешивает там в этом пузырьке нафтезина то есть там не какая-то вода реально нафтезин я вообще не знал что можно там колоть нафтезин или нет все на получается какой-то раствор розовый он набирает 2 полных инсулинки укололся в руку вот и начинается такое дикое жжение прямо очень дикое жжение просто как будто у меня как будто внизу мне мышцы плавятся вот такое ощущение и он говорит вот я захотел в туалет ну то есть ничего такого не произошло просто жжение все он будет я захотел в туалет он уходит в туалет понимание что вот туалет и через метр кухня то есть сидят там небольшая кухня там сидят три человека пью чай он ушел я стою пока там что-то собираюсь где-то проходит там полторы-две минуты он приходит и гидай мне пакет это сейчас нужно вспоминать я жну таком потерянном состоянии бы зачем он выглядят я пошел гад пернул обосрался короче испачкал трусы и я их я их начал смысл купать унитаз они застряли короче и вода сейчас блять вытекет типа мне нужен пакет чтобы их достать короче это понимаешь в коме ваху и у меня сидят гости то есть и потихоньку начинает разгонять все то что мы употребили я беру захожу в туалет то есть там блять вода уже подступает прям я что-то пару раз пытаясь смыть и она как-то каким-то чудом просто уходит все то есть вода ушла все вроде как смылось мы заходим в комнату все до собираемся да и вот ну прям прямом смысле пронесло потому что ну представляешь какой трэш у меня там гости и я такой в таком обжабанном состоянии там смываю трусы у него если бы все это потекло это был бы такой пиздец ты все и мы одеваемся меня начинает очень сильно разгонять выходим на этаж курим и я просто улетаю куда-то там в какую-то вселенную другую просто в космос улетел после этого случая частота употребления стала просто какой-то немыслимой то есть мы покупали кололись там по три-четыре дня в неделю непонятно откуда находили деньги потому что на тот момент с работы у меня было туго вот друг мой тоже не работал но откуда-то как у любого наркомана деньги всегда находятся вот спустя где-то полгода употребления то есть у меня начались конфликты своей девушкой потому что естественно от этих всех уколов ну то есть остается синяки какие-то там ненормальное поведение ты пропадаешь там круглосуточно и где-то у меня начались конфликты ссоры вот и спустя полгода когда пропали эти эйфоретики резко то есть они пропали появилась так называемая мука она же соль она еще была не такой шизон шизойной вот как на данный момент да вот мы сначала нюхали ее такого ничего конечно особенного не было какого-то там прихода какого-то состояния потому что это было там буквально то есть ты чуть-чуть понюхаешь и ну как-то она незаметно все происходило пока в один момент тоже мой друг и тот же самый не предложил мне покурить ее то есть он где-то там увидел слышал там я уже не помню откуда он это взял чтобы покурить и чтобы прет лучше и но эффект другой все мы покурили через фольгу ну не знаю состояние было практически такое же вот мы курить стали буквально наверно чуть ли не каждый день на протяжении месяца-двух пока не произошел такой случай что мой друг точнее товарищ с детства который работал в обновь но сейчас то вроде как работает он принес нам два пакета нос то есть так называемая солью то есть он понятия не имел что там то есть они там конфисковали кого-то приняли забрали вот он нам дал с другом и так получается что два пакетика он не знает что там ну мы так посмотрели вроде солью то есть она белая мука мы особо там не раз не разбирались получается мы разделили по пол пакета с другом живет он в соседнем подъезде но на тот момент жил вот у него две половинки там разные у меня две разные половинки то есть я закрываясь дома вечером часов 7 соседней комнате мать я начинаю курить курить через фольгу дома просто не выходя из комнаты с курил вот этот пакет нам где-то на на полграмма буквально часа за 4 может за 5 на около 12 часов ночи у меня он закончился я достаю 2 и чтобы понимали то есть когда куришь соль там не то что запах там вонь стоит просто но не я не знаю как меня не спали ломать так сказать в тот момент потому что она специфический такой запах какой-то мочи я знаю с какими-то препаратами и вот у меня закончился первая половинка пакета я открываю вторую насыпая себе такую хорошую госточку подкуриваю и вот я начинаю тянуть и в этот момент я понимаю что это не соль то есть я сразу убираю потому что первых запах другой был это оказался реагент с которого варили spice тоже нам дал два пакета он сам не знал что там вот и как бы я успел так хорошо затянуться но вовремя остановился у меня через несколько секунд начинает дикое колотиться сердце я начинаю ходить кругами по комнате выйти я соответственно не могу потому что у меня там мать и она еще как бы ну вот только улеглась потому что время там было около 12 ночи я хочу попить но я не могу я понимаю что я просто выйду я сейчас спалюсь потому что у меня состояние неадекватно я хожу кругами сердце дико колотится вот ну то есть я думал что сейчас умру потому что я хотел уже вызывать скорую может это непонятно состояние было я выкидываю все с окна вот этот поставки этого пакета фольгу трубки я начинаю беру какой-то диколон начинаю брызгать в комнате потому что ну воняет прям дико ложусь и все я понимаю что я сейчас просто и я ну просто умру сейчас потому что звонить скорую в общем я не решился я лег и так получилось что у меня просто вырубила вырубила меня я очнулся утром уже то есть созваниваюсь своим товарищам он говорит рассказать мне аналогичную историю что вот у него кнопка произошло практически так же он тоже выкинул это все как бы все у нас случился какой-то такой период что мы просто бросили по крайней мере я не употреблял где-то на месяца два пока тот же человек из обнона они кого-то приняли хлопнули он просто принес нам такой камень там чуть ли не с на грамм на 78 кристаллов соли мы заходим к нему к моему товарищу у него этот камень то есть мы раскуриваемся сидим играем в покер и потому что что-то надо делать в этом состоянии делать в принципе ничего невозможно мы курим курим время 7 утра и к тому моменту мы скурили на но может я не знаю грамма 2 это соли то есть мы куришь ее практически без остановки состояние такое что у тебя миллион мыслей у тебя в голове кружится прям целый мир ты вроде хочешь рассказать все и всем ну ты вообще слова не можешь произнести у тебя сводит скулы быть и такое напряженное состояние лица дико колотит сердце и ты сидишь другой потерянный к нему заходит бабушка у него совмещенные квартиры вот и с трехкомнатной квартиры она к нему заходит в однокомнатную к нему смотрит на два этих ну грубо говоря таких пластмассовых пластилиновых лица она не в понятках конечно уходит все я понимаю что оставаться здесь не вариант то есть надо двигать к другому моему другу я звоню ему кое-как объясняю что вот у меня есть соль что я к тебе сейчас приеду а ехать там буквально но три-четыре дома это там ну там три минуты может но идти в таком состоянии 7 утра бы но невозможно по моему ноябрь октябрь то где-то вот я выглядел мягко говоря просто как какой-то бомж у меня какая-то куртка там не моя была олимпика все я одеваюсь и у меня нет вообще денег но у меня есть камень там грамма 3-4 соли то есть я у него отломил я договорился что я подъеду на такси мой друг спустится отдаст 100 рублей за такси и мы дальше продолжим курить соль я понимаю что таксиста я сказать вообще ничего не смогу я пишу записку с адресом куда я поеду беру ту соль спускаюсь сажусь такси таксист на меня смотрит просто ошарашенными глазами я ему протягиваю эту записку делаю что я какой-то глухонемой да потому что но я ни слова не могу сказать понимаю что от меня воняет какой-то мочой вот это вот этой соли горевший он меня привозит выходит мой друг и такая огромная тупость была от которой сейчас даже смешно я открываю дверь высовываю голову и спрашиваю ну что ты взял 100 рублей водитель в шоке как бы ну все мы раскидались с водилой заходим домой начинаем курить соль а у него трехкомнатная квартира и он жил один но сдавал то есть в одной комнате там жил квартирант откуда-то приезжий тоже другой жили проститутки тоже они снимали хату вот и получается так что в той комнате где квартирант там еще у нас был еще один товарищ короче я не буду называть его имя вот тоже употреблявший но он употреблял он кололся колол там пил курил все что можно все что горит не горит там абсолютно все еще мы сидим время там где-то пол восьмого утра мы начинаем курить курим курим это время уже обед дома никого кроме нас троих все куда-то по уходили и вот и получается такая ситуация мы лежим но у меня состояние да такое невменяемое я там слова проронить не могу и мой друг который вот мы курит со мной где-то на протяжении уже часов трех тоже то есть мы сидим просто играем в соньку давим эти кнопки там я не знаю чуть ли джойстик не ломается играем в какие-то бои без правил потому что лишь бы что-то там как-то себя занять такая тишина просто звук кнопок и у него темный коридор и просто из темного коридора вот так вот лицо высовывается лысая и вот этот пацан 3 который он укололся в другой комнате словил какую-то измену он заглядывает так нам пацаны там пришли за мной двое это они пришли меня пиздить вот а мы как бы не в понятках то есть у нас тоже вот этот он нагоняет вот эту депрессуху на нас у нас тоже какая-то паранойя начинается мы не знаем что делать но я понимаю что он гонит я иду открывать дверь игры смотри никого нету открывая дверь то есть мы смотрим потому что самим хотелось убедиться что никого нет никого нету закрывая дверь рядом стоит мой друг мы поворачиваемся 3 типа этого нету просто нет мы открываем комнату зал где снимал там другой человек квартиру стоит шкаф и мы открываем шкаф и стоит вот этот тип который обкололся он стоит трясется с бешеными такими глазами и стоит обоссаны то есть он до того выхватил измену что он просто обоссался от страха вот кореша с нам вроде как и смешно но в таком состоянии как бы там шоковым ничего не смогли сделать просто мы стоим вот это секунды такие секунд 5-10 и у мой друг его спрашивает ну допустим он будет звать там василий это вася ты чё ебану ты чё происходит и вот он просто на этой измене он не хочет выходить из шкафа вот это был такой случай наверно начало именно это второй день употребления после которого все так затянулось мы употребляли еще где-то дня два просто не выходя с этой квартиры ну то есть у меня был там достаточно большой камень до того что заходит девочка эти проститутки которые снимали там 2 она заходит но мы выходим из комнаты просто чтобы либо ты попить воды либо стану сходить в туалет и все это просто сидишь и куришь и сидишь куришь и куришь она заходит мальчики вы хотя бы покушать и мы просто таки в угол забитые два тела на нее даже не поворачивайся потому что она у нас на лицах все написано все мы стеклянные тут откуда-то появляется у нас я точно не помню спускается человеку счетом сосед молодой он приносит нам этот спайсовый план там шоколад или как-то там малина как они там назывались вот получается это уже где-то дня 4 или 5 мы курили мы докуриваем вот эту соль короче она у нас заканчивается мы шлифуем все это сверху вот этим спайсом вот и у меня начинается какая-то шиза что у меня я смотрю на свой живот и он просто он так сдувается пульсирует то есть но меня начинает как-то глючите я в это верю и понимаю что у меня счета лопнет я зажимаю двумя руками короче вызывая такси и все еду домой и вот это шиза на нем то есть я лежу дома давлю там живот руками а у меня как будто я давлю здесь он вылазит здесь какие-то такие шары то есть у меня перекрыло я вызвал скорую все меня привозят в больницу начинаю там брать анализ мочи это там я не помню уже читай как гели что-то не делали и этот меня кладут и якобы с камнями в почках потому что врач гид у тебя все почки в песке песок из-за которых образуются камни как-то так он мне объяснил но я так понимаю что это и солью потому что ну мы курили до того что ты потеешь у тебя высыхает пот и у тебя просто остается что-то белое на лбу там ты чуть ли не солью этой потеешь не и вот меня положили больницу начали делать какие-то уколы давать какие-то таблетки я два дня так лежал сдавал каждый день анализ мочи то есть слышь там грубо говоря весь день потом у тебя там на вечер такой осадок там какой-то там солятина или чего-то там потом они мне делают узи и понимают что у меня ко мне никаких в почках нет они меня выписывают я был трезвым 4 месяца до того момента пока опять же мне в 2 часа ночи не позвонил мой сосед так сказать соседнем доме который живет товарищ не сказал выходи я хочу тебя убить ну убить не в плохом смысле а в плане там употребить что-то я выхожу у него пакет я не знаю сколько там 23 может грамма этой солянки все мы нюхаем не курим мы просто нюхаем что-то сидим общаемся состояние такое себе ночь и получается что часа в два ночи он говорит слушаю поехали в дрочильню так у нас ну называется массаж массаж кафе тебе это приезжаю что там делать и массаж там линговый массаж там я не знаю но вот такого плана все мы приезжаем туда там проводим ночь с телками оставляем там порядка полтинника все это естественно снюхиваем вот а на тот момент мы уже устроились на работу вместе с ним мы работали в одной конторе вот но там работа такая что ты там приехал уехал там то есть тебя никто не контролирует все я говорю что откуда у тебя опять появилась то и вот он мне объясняет что человек который наш общий знакомый наш товарищ и они как-то дружили с ним побольше я это с ним не общался вот он начал продавать солятину довольно таки большими такими так сказать партиями первого купили 30 грамм за 5000 рублей это было в году наверно 14 где-то так я точно сейчас уже не помню 30 грамм улетели они очень быстро потому что ну то есть курил я он там еще какие-то его знакомые все это разлеталось промахом все так мы употребляли тоже порядка полгода от него ушла жена с ребенком там ребенок маленький на тот момент был но видишь все это она его бросила он стал жить один вот употреблять мы употребляли употребляли после чего это же самый обновить продал им уже 150 грамм но там была соль розовая была синяя соль и была какая-то такая мукообразная то есть там весь ассортимент продал у меня за 30000 рублей как бы он свободно продавал такого человека другом назвать тяжело когда друг другу продает соль и знает что человек все теряет да вот человек который употреблял который покупал он продал свою машину которая стоила больше миллиона рублей то есть раздал долги какие-то там купил какие-то дрова но какой-то автомобиль дровяной то есть он просто ли вообще абсолютно все ну и я соответственно с ним также после чего наверно спустя месяцев 8 я решил соскочить у меня начались большие проблемы со здоровьем которые принципе отголоски имеют и сейчас это и желудок и печень на было подозрение на цирроз печени это был желудок печени с легкими там небольшие проблемы были от этой курёхе человек же употреблял после того еще два с половиной года у него фляга прям конкретно протекла потому что человек но просто звонит мне в три часа ночи есть типа братан я вот вижу короче у него дача он сидит в этом домике в сауне сидит ну то есть там сауна небольшая я знаю то есть это мне раз был дверь и он вот я вижу за дверью демонов я бы печально ебанулся как ты видишь они же за дверью могут на дверь закрыта но я их вижу это все у него такие глюки вот ну что за прям и он год я же не ебанутый я же с тобой нормально разговариваю я их вижу то есть у человека начала протекать фляга до того что ну то есть как мне мать его потом рассказывала мама заходит к нему домой а он просто разбирает там видео магнитофон эти dvd плеер и выковыривает там из телевизоров эти красные точки как они инфракрасные эти для пультов то есть ему казалось что они за ним следят фляга конкретно протекла я от этого отошел уже на тот момент пытался как-то вытащить потому что я пересел я не так скажу что я не взял и просто все бросил я пытался слезть с помощью плана алкоголь не помогает от алкоголя наоборот еще сильнее увеличился желание употребить человек же который употреблял на протяжении трех лет он потерял все квартиру машину ушла жена с ребенком то есть у него не работы куча долгов как бы но вроде вроде как завязки сейчас но это не точно потому что я щас практически с ним не общаясь вот трешевых истории интересных таких которых можно рассказать очень много вспоминать на это не хватит я не знаю целого дня рассказов потому что были случаи когда я уже завязки был то есть я выходил на этаж курил план то есть у меня это стабильно было этом соседом раскурился как-то один из таких вечеров там же ночь я выхожу к себе на этаж этаж у меня такой что два лифта и там выход на личную площадку где меня там на подоконнике находились все там и бутылка план нажечь через сигарету все я выхожу просто из сидит тип на корточках у него в руках освежитель воздуха такие вот и он просто пытается сесть на него и смотрит на меня с такими бешеными глазами под солью то есть ну вот элементарно вот таких вот случаях тоже всяких разных было очень много те кто употреблял они я думаю поймут о чем я говорю что шиза была бывает разная там кто-то прыгает кто-то обосыкается в шкафу кто-то себе освежитель воздуха в жопу засовывает вот у меня шиза была один раз только вот это с животом с этим после которой в больницу загремел вот подытоживая все я хочу сказать что я чистый уже два года не употребляю не альфа пвп не не сольными федром вообще ничего расскажи как ты себя чувствуешь в трезвости как ты вообще смотришь на мир по сторонам трезвый взгляд на жизнь конечно абсолютно другой когда ты там употребляешь у тебя нет никаких мыслей кроме как употребить когда я бросил все это все там начал заниматься спортом у меня было желание изменить свою жизнь появилась я переехал другой город у меня появилась семья то есть я женился у меня появился ребенок и какие-то планы на будущее что да ты там хочешь закупить квартиру машину как-то развиваться жить ради семьи ну и конечно же там не деградировать там и сейчас закладки там по каким-то александром или собирая магнита узнать что тебя дома ждут там ты приходишь смотришь на своего сына у тебя поднимается настроение конечно же воспитывать его так чтобы он не повторил ошибок не твоих не тех людей кто употребляет здоровым счастливым человеком быть а а и и Продолжение следует...